Доброе утро, друзья! Мы начинаем наш эфир и надеемся, что эти два часа вы проведете вместе с нами, с телеканалом Первый Крымский и Крым24. Представляете, пожалуйста, к экрану банки с водой, потому что сегодня мы, как Кашпировские, заряжаем вас и ваш день на позитив. А для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев и Салия Салямова. И вещаем мы сразу на двух телеканалах Первый Крымский и Крым24. Ну а сейчас перейдем к самому главному, к новостям, ведь уже самое время, 7.00 на часах. Почему все-таки нелегальные аттракционы на воде одни из самых рискованных? Я думаю, об этом расскажет сейчас наш корреспондент. Анна Белкина в Крыму впервые. После экскурсии солнечных ванн на пляже вместе с дочерью решили рискнуть и прокатиться на банане. Теперь жалеет, что не сняла все происходящее на телефон и не выложила в интернет для публичного обозрения. Сели, пошли, ждем. Думаю, кто нас повезет? Смотрю, пенючий. Подхожу к нему, говорю, вы нас повезете? Да, я говорю, вы же вообще вот пьяный. Выяснить, кто был в нетрезвом виде за рулем катера, не представилось возможным. Дорогу съемочной группе перегородил молодой человек, который сначала пытался выяснить, почему мы снимаем его аттракционы, а после решил неудачно закончить разговор шуткой. Понимаю, вы представляете интересы этого? Я не представляю. Я могу ответить на вопрос. Аквапарк находится вот там вот, слева. Хорошо. Я к нему никакого отношения не имею. Ну, вы первые подошли, поэтому я, соответственно, задал вопрос. Я подошел, я ножки хожу себе, снимаю, вон там в водичке. Показать вам видео? Документы на катере, нужно подождать несколько часов, мы не намерены вам отвечать. Конструктивный диалог с нелегальными предпринимателями вести сложно. Далее, уже на соседнем пирсе мы встретили более активный отпор от профессионального оператора. Так, ребята, выключи камеру. Я сам профессиональный оператор, выключи, пожалуйста. Я говорю, выключи камеру. Тише, 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 тише. Не надо распускать руки. Аттракционы на воде – это не просто шанс быть обманутым. За коротких пять минут вы платите от 300 рублей и выше, но и риск получить травму из-за нарушения эксплуатации водного транспорта. У многих поставщиков услуг нет необходимой квалификации. Буквально через несколько минут после того, как мы попросили сотрудников данного причала показать документы, которые подтверждают легальность их работы, здесь стало безлюдно, как будто в позднюю осень. Однако в тени закона остаются не все. Есть бизнесмены, работающие на набережной Алушты, которые давно поняли, заниматься обманом себе дороже. Несмотря на ворох разрешительных документов, трудиться легально гораздо выгоднее. Капитаны у нас все квалифицированы, у всех портовские права. Вот. Каждый день берем спуски-подъемы у пограничной службы. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Кто такие владельцы аттракционов, знают даже не все спасатели пляжа. Хотя водные развлечения – в первой группе риска пребывания на воде. Добрый день, извините, пожалуйста, телеканал «Крым-24». А кто предоставляет, скажите, услуги аттракционов на воде? Я не знаю, я спасатель. Это к ним спустите. Предложение прокатиться с ветерком по водной глади привлекательно далеко не для всех туристов. Для общественных мест, мне кажется, должно быть специальное место, отведено для аттракционов. Всегда должна будет соблюдаться техника безопасности. В любом деле, особенно на воде, особенно с детьми. Через несколько минут после нашего появления ажиотаж вокруг аттракционов заметно стих. Это очередной причал с морскими аттракционами. Его тоже почему-то покинули все, как только увидели видеокамеру. Зато остались спасательные жилеты, но надежно пристегнутые друг к другу. Отсутствие разрешительного талона и лицензии на эксплуатацию – самые частые нарушения со стороны нелегальных предпринимателей. Штрафы от 10 до 50 тысяч рублей действуют не всегда эффективно. У мошенников свои хитрости. В момент выявления не получается сразу оперативно среагировать, так как она сдувается, и люди, которые занимаются эксплуатацией с нарушением, они попросту сбегают. Надзорные ведомства не имеют прав физического задержания. Единственный способ борьбы – регулярные рейды, которые часто проводятся совместно с городскими администрациями. Вынужденный перерыв у работников причала с аттракционами закончился, как только наша съемочная группа исчезла из поля зрения. Теперь же причал оживился, снова все предели. Николай Уваров, Денис Тищенко, Новости 24, Алушта. Завершить строительство и установить оборудование. Многопрофильный медицинский центр имени Семашко должны сдать не позже, чем к концу декабря этого года. На возведение комплекса потратят порядка 9 миллиардов рублей. О том, как справляется подрядчик, узнавала Елена Носкова. Закончить отделку помещений, запустить инженерные коммуникации – работы у подрядчика медицинского центра еще много. Это что такое? Это сброс воды с кондиционера. Часть оборудования уже практически готова к работе. Технологическое оснащение медицинского центра стоит 3 миллиарда рублей. Этот распределительный пункт контролирует энергосистему больницы. Если отключается электричество, сразу активируются генераторы. И операционные, другие важные помещения оказываются обеспечены энергией. Здесь установят медицинское оборудование на 2,5 миллиарда рублей. Комплекс будет одним из лучших в стране. В больнице 17 операционных, одна из которых в бомбоубежище. Рядом оборудуют палаты, где пациенты будут приходить в себя. Здесь уже все готово к установке оборудования. Чтобы успеть сдать проект в декабре, подрядчику предстоит ускориться. А пока результаты неудовлетворительные. Неподготовленная эталонная операционная на 100% не завершили ни одного этажа. Благоустройство территории тоже запаздывает. Строительное готовное здание 95%. Осталось закончить инженерные сети, системы вентиляции, системы кондиционирования, системы лечебных газов и завершить пусконаладочные работы. Проверка Министерства строительства и архитектуры показала. На объекте не хватает работников и материалов. Есть отклонения от сроков. Зафиксировали и другие нарушения. По информации, которая поступает ко мне на фейсбук и в качестве официальных обращений в Минстрой, имеются проблемы с выплатой заработной платы работникам, которые здесь работают. Все это сегодня я буду докладывать курирующему вице-премьеру Кабанову. И он будет докладывать главе республики. Будем выходить на руководство компании и думать, что делать. Если подрядчик не выполнит условия контракта, то получит штраф. И до ввода комплекса могут притормозить выплаты. Крайний срок, чтобы обойтись без санкций и обеспечить прием первых пациентов – 31 декабря 2019 года. Елена Носкова, Алексей Романов, Новости, 24. Монументальность и легкость. Реставрация Воронцовского дворца, жемчужины. Архитектура полуострова завершена на 60%. Однако срок сдачи объекта затянулся. Обновленное здание собирались открыть еще в мае месяце. Однако сроки затянулись. И почему это произошло, узнавала Анастасия Кошель. Запах моря и кипарисов, жар южнобережного солнца и стук молотков. В Воронцовском дворце продолжается реконструкция. Работы идут над помещением музейного фонда. Процесс сложный и требует особых навыков. Поверхность крыши состоит из разных материалов. Рабочие укладывают несколько слоев, обрабатывают деревянные конструкции специальным огнебиозащитным составом. Трудности, что работа на высоте. Весь материал нужно подать, опустить, демонтированный материал. Здесь дворец. Где-то кран не подъедет, не заедет. То есть все это вручную. Большой объем работ приходится выполнять вручную. Это, естественно, очень сильно усложняет производство работы. Кровельным работам приступили в ноябре прошлого года. Но каждую деталь приходится согласовывать с компетентными органами. Специалисты говорят, проверки, а также частые дожди затягивают срок сдачи объекта. Работы должны были закончить в мае. Две с половиной тысячи квадратных метров крыши дворца устилают медью. Используют ее как материал прочный и долговечный. Соединяют вот такими специальными скользящими клямерами. Они крепят металл и не позволяют ему расходиться при нагревании. Не обошлось и без происшествий. Сильный ливень, который обрушился на полуостров 7 июня, затопил несколько помещений. Ветром с крыши снесло временное покрытие. Вода добралась до первого этажа. Пострадал один из самых известных залов дворца – голубая гостиная. Краска облупилась, лепнина пожелтела, а в некоторых местах и вовсе отслоилась. Сейчас зал просушивают, но он открыт для туристов ежедневно. В этих стенах встречают до трех тысяч гостей. Некоторые экспонаты убрали, чтобы не повредить при ремонте, например, знаменитые статуи в Зимнем саду. Определенный работ по кровлям был сделан. Это касается шуваловского флиделя, шуваловского корпуса. И некоторых составных частей главного корпуса. В главном корпусе работы выполнены над парадной столовой и над бильярдной. Также меняют коммуникации. Проблема возникла с канализационным коллектором. Весной трубу прорвало, и нечистоты залили один из участков парка. В планах вынести систему за территорию, чтобы улучшить экологическую обстановку и избежать повреждения музея. Все запланированные по проекту работы подрядчик должен завершить уже в ноябре этого года. Анастасия Кошель, Руслан Князев, Новости 24, Большая Елта. Ну а напоминаю, что вещаем мы с крыши 16 этажа жилого комплекса «Альфа». И отсюда открывается потрясающий вид на панораму Симферополя. Можно сказать, что все как на ладони. Да, здесь, конечно, есть свои преимущества. Это открывающийся прекрасный вид, как ты уже сказал. Ну и то, что мы ощущаем все прелести погоды и, наверное, даже ее капризы. Как это было вчера, когда она начала диктовать свои условия. И, к сожалению, в этих условиях мы работать не могли, из-за чего вынуждены были прервать свой эфир. Но поэтому мне интересно узнать, а что же сегодня нас ожидает. Сегодня погода нас благословляет, небо ясное. Но о нюансах сегодняшнего дня давайте узнаем из следующего сюжета. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон» Саля, скажи, пожалуйста, бывала ли ты когда-нибудь в Москве, в столице нашей необъятной родины, на улице Большая Никитская? Ну, в Москве-то я бывала, в столице нашей, а вот на улице Никитской не была. Ну, теперь у тебя есть дополнительный повод побывать там, потому что ты, как урожденная крымчанка и патриотка родной земли, там появилась палехская роспись на весь фасад здания, которая изображает знаменитую фразу нашего лидера о том, что Крым и Севастополь вернулись в родную гавань. Более того, она изображена в виде палехской росписи. Давай я разъясню, что же именно там изображено. Это грифон, держащий раскрытую жемчужину внутри герб Крыма. Ну, а рядом большой корабль с крыльями и головой грифона на корме, который направляется в сторону материка. Вот таким образом изобразили возвращение Крыма в родную гавань. Ну что ж, мы уже давно в родную гавань, поэтому и вас, дорогие друзья, с этим поздравляем, потому что это очень хорошо. И сегодняшний день это лишний повод порадоваться этому. Ну, собственно говоря, чем сегодня занять себя вечером? У тебя какие планы? Какой культурный досуг. Пока еще нет планов. Скорее всего, вечер свой я буду проводить на работе. Как бы это банально не звучало, но именно так. Но все те, кто все-таки вечера проводят в компании своих близких или вообще не знают, чем заняться, предлагаем вам узнать, что же сегодня идет на экранах и в театрах. Давайте посмотрим афишу прямо сейчас. Крымский этнографический музей приглашает на выставку керамики 19-20 веков. На полках, в залах более 30 уникальных изделий из глины, сувенирные фигурки украинских женщин в народных костюмах, детские свистульки, кувшины, блюда, баночки, горшочки, кружки. Погрузиться в историю моды и театрального искусства можно в Крымской республиканской библиотеке имени Ивана Франко. Книжная экспозиция раскроет тайны искусства костюма с новой стороны, как самостоятельную область художественной мысли. Выставка искусствоведческой литературы дополнена необычными экспонатами театрального реквизита. На мерцающем экране боевик «Форсаж», «Хоббс» и «Шоу». Непредвиденная ситуация сталкивает на одной стороне двух непримиримых врагов. Люка, агента разведки США, и Декарда, шоу-шпиона британских спецслужб. Только угроза их семьям заставляет объединить усилия. Но получится ли противостоять опасности? Также на экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии чемпионата мира звезда футбола получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит ему еще один удар. На этот раз в сердце. Чтобы залечить раны, спортсмен отправляется в путешествие по России и встречает там любовь всей своей жизни. Для любителей музыкальных фильмов продолжение франшизы «Шаг вперед. Шесть горы танцев». После успеха «Даншоу» в Лас-Вегасе герои ленты отправляются покорить своим искусством в Поднебесную. Парням и девушкам предстоит стать сплоченной семьей, чтобы завоевать звание лучшей танцевальной команды планеты. Вселенная Марвел радует поклонников новой картиной «Человек-паук. Вдали от дома». Из джунглей Нью-Йорка действие фильма перенеслось в старый свет, куда Паркер вместе с друзьями отправился на летние каникулы. Только беззаботный отдых едва ли удастся. Злые силы не дремлют, и их планам придется противостоять. В кинотеатрах покажут ремейк диснеевского мультика «Король лев». Анимационный фильм полностью повторяет историю об отважном львенке по имени Симба, вышедшую в 1994 году. Герои, знакомые с детства, живут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Саша, мы еще обязательно расскажем, чем славен этот день. А мне хотелось бы немножко забежать наперед и рассказать о том, какие же события ожидаются 10 августа. Достаточно скоро. Дело в том, что в этот день отметят День физкультурника. И пройдет этот праздник в детском парке Симферополя, где в рамках спортивного мероприятия, вообще празднования, будут организованы разные мастер-классы, а также соревнования по мини-футболу, по баскетболу, турниры по волейболу, а также дзюдо и даже, представляешь, фехтованию. Все начнется в 10 часов утра, поэтому приглашаем вас, дорогие друзья. Нужно сказать, что физкультурник – это такое объемное понятие, которое включает всех людей, которые увлечены здоровым образом жизни и спортом. Кстати, такие есть среди нас, я имею в виду нашу редакцию. Ну, а если, например, быть увлеченным, но не заниматься спортом, ты считаешься физкультурником? Думаю нет. Это какая-то прикладная какая-то специальность. Да, лучше все-таки не смотреть, а иногда самому применять физические упражнения, я имею в виду заниматься спортом. Не обязательно для этого ходить в какие-то спортзалы, не обязательно для этого где-то выискивать тренажеры. Все просто. Можно выйти на улицу города и там заняться спортом. Где и как, расскажет наш корреспондент. Быть здоровым, бодрым и молодым хочет практически каждый. И если занятия в тренажерных залах не всем по карману, то площадки на улицах доступны всегда. Тем более тренировка на свежем воздухе сейчас как нельзя кстати. Лето открывает нам мир прекрасных возможностей, одно из которых – занятие спортом на природе. Все больше и больше людей предпочитает этот активный образ жизни. Тренажерная площадка в парке имени Гагарина – одна из самых популярных у жителей крымской столицы. Здесь тренируются люди разных возрастов, любители, профессионалы. Среди них и Марина Горбунова. Я очень люблю заниматься на улице, да. То есть для меня это такая отдушина, скажем так. Потому что я очень много времени провожу в тренажерном зале. И мне хочется немножко абстрагироваться от ситуации, от людей. То есть я беру гарнитуру и выхожу. В отличие от тренажерных залов, здесь нет профессионального тренера. Поэтому подсказать, помочь и направить некому. Тут важно соблюдать несколько нехитрых правил. Для того, чтобы начать тренировку, естественно, хорошая разминка суставная. Начинаем сверху, заканчиваем низом. Это упражнение называется гиперэкстензия. Поднимаем туловище и руки. Нагрузка ложится на мышцы спины. Продолжаем движение до полного выпрямления. Далее мы переходим к приседаниям. Расставляем ноги на ширину плеч, прогибаем вперед спину в пояснице и начинаем присед. К какому следующему упражнению мы можем с тобой приступить? Это выпады. Выпады могут быть как вперед, так и назад. Самое главное делать это с прямой спиной, не заваливая корпус на бок. Если задача кажется слишком простой, можно добавить небольшой вес. И, конечно, тренировка проходит совершенно по-другому. Ощущения другие. Для нас очень важно находиться в гармонии с природой, с воздухом. Процесс не из легких. Хотя физические нагрузки под руководством специалиста прошли на одном дыхании. Существует мнение, что на тренировку стоит выделять от 40 минут до часа. Но если вы пришли просто получить удовольствие, то можно и задержаться. Тем более все необходимое для этого есть. Главное – придерживаться определенного графика занятий. Три раза в неделю будет более чем достаточно. И нет предела совершенства. Просто действуй. Рядом с профессионалами тренируются и любители, уже имеющие небольшой опыт занятия в тренажерных залах. Площадку такого типа посещаю я недавно, так как она у нас в городе. Ну, я о ней узнал не так давно, где-то около года назад. Вот, наверное, ее построили около года назад. Вообще до этого в зале занимался. Вообще летом лучше все-таки будет на открытом пространстве, на свежем воздухе. Очень хорошая идет пропаганда вообще спорта, здорового образа жизни. Поэтому, ну, маловато для нашего города будет одной. Желательно хотя бы таких 3-4, чтобы в Симферополе были площадки. Комплекс парки имени Гагарина – первая полноценная тренажерная площадка в Крыму. И подходит для людей с различной степенью физической подготовки и возможностей. И самое главное помните, при индивидуальном занятии спортом – это не переусердствовать и соблюдать технику безопасности. Устали? Отдохните. Этим тренажерам уже год. До сих пор они в прекрасном состоянии. Если горожане будут и дальше так же бережно относиться к ним, то оборудование прослужит людям долгие годы. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Саля, я вот знаю, что ты очень часто покупаешь у бабушек творог на руках, молоко, яблочки всякие. И откуда ты это знаешь, Саша? Вот наговариваешь на меня. Википедии прочитал. Нет, совершенно этого я не делаю, потому что это несанкционированная торговля. Я ее не поддерживаю, потому что знаю, насколько это рискованно и чем это может обернуться впоследствии, если покупать на улице у бабушек с рук, как раз таки, как ты говоришь, творог и молочную продукцию. Я знаю, кто может внести полную ясность в этот вопрос. У нас в гостях Максим Водчин, начальник управления по мониторингу и пересечению несанкционированной реализации товаров и оказанию услуг. Доброе утро. Позвольте вопрос, как началось утро вашего нового дня? Как обычно. Мне с мониторинга или как раз таки с него, как обычно? Мониторинг на данный момент начинается с 7.30 утра. На более сложных участках это Куйбышевский рынок и Центральный рынок. На всех остальных рынках с 8 утра до 7 вечера. То есть я так понимаю, после нас вы сразу отправитесь на рынок? Еще 10 минут есть, да, думаю, успею. Успеете определенно. Скажите, а чем чаще всего, с чем вы сталкиваетесь, что выносит на такую торговлю? Какие товары и услуги? Все зависит от сезона в первую очередь. Если это лето, то фрукты, овощи, бахчевые сейчас пошли активно продаваться. Ну и также молочная продукция, она не имеет сезона, она всегда есть, что намного опаснее в летний период, так как температурный режим не соблюдается и в течение дня все равно не реализовывают без условий хранения определенных. Но я так понимаю, что эта проблема до сих пор остро стоит, потому что все-таки в центре, например, я уже не замечаю несанкционированную торговлю. А где она тогда еще остается? Центральный рынок, да, на данный момент, скажем так, в хорошем режиме, стихийная торговля там отсутствует, если есть точечные очаги какие-то, то, в принципе, мы с ними справляемся. Но Киевская 114 – это от рынка Русь до рынка Привоз. На данный момент самый проблемный участок, как и, в принципе, в предыдущие года, там планируется усиление дежурства до двух единиц, до двух человек. Ежедневно, так как один сотрудник не справляется с этой работой. Плюс подключаем дополнительные структуры, органы Министерства внутренних дел, ветконтроль, судебных приставов для принудительного взыскания штрафов прямо на месте осуществления деятельности незаконной. И тем самым проводим работу с самими стихийщиками. Напоминаем, что есть свободные места на рынках, напоминаем условия торговли и все необходимое для того, чтобы работать в правовом поле. Максим, ну вот вы сказали, будет дежурить по два человека. Что это значит? Что значит дежурство? Дежурство – это значит полноценный рабочий день только на территории рынка. Это люди, которые как раз-таки будут заниматься мониторингом? Это сотрудники департамента, которые наделены полномочиями составлять административные протоколы по статье 6.1 «Незаконная торговля». Вы еще упомянули штрафы. Много ли взыскивают людей, которые торгуют? Я знаю, что на самом деле там копейки сущие. Особенно для тех, кто занимается продажей, они очень быстро это могут вернуть. Отбить? Отбить. Штраф за несанкционированную торговлю для физического лица составляет от 4 до 5 тысяч рублей. Граждане, осуществляющие ежедневно торговлю, а в принципе-то по сути в городе торгуют одни и те же. Если мы говорим там бабушки, дедушки, бабушки, дедушки, кто торгует своим, у них нет столько продукции на таком потоке. Поэтому это банально перекупщики. Ежедневно они получают штрафы, штрафы накапливаются, потом получается большая сумма. Приставы уже имеют право накладывать аресты и на недвижимое имущество, и на движимое имущество. И составлять акты описи и изъятия данного имущества. Вы можете привести примеры самых громких случаев, может быть, за последнее время, самых больших штрафов. Может, у вас есть уже лица, примелькавшиеся, злостные, неплательщики. У нас случай буквально пару недель назад в районе автовокзала центрального гражданка осуществляла стихийную торговлю. Порядка десяти штрафов у нее было не погашено. Были они переданы в Федеральную службу судебных приставов. Совместно с приставами организовали рейд. Приехали на место осуществления стихийной торговли. Застали ее врасплох. Начали описывать продукцию, которую она торгует. Погасило 60 тысяч рублей штрафов. Максим, и вопрос, который, наверное, актуален именно сейчас, летом, это бахчевые культуры, которые сейчас активно продаются чуть ли не в каждом дворе. Чем это опасно? Давайте предупредим людей, чтобы они даже просто не велись на это, не покупали несанкционированные арбузы и дыни. А у меня вот соответственно вопрос. А неужели для них нужны какие-то определенные условия? Я знаю, что Управление торговли и бытового обслуживания населения администрации города Симферополя разыграло конкурс по реализации бахчевых. Некоторые предприниматели получили документы, заключили договор с администрацией на реализацию бахчевых, торгуют в рамках правового поля. Но, как всегда, найдутся предприниматели, которые захотят без уплаты налогов, без аренды, без договоров с администрацией реализовать бахчевые. Мы активно сейчас боремся с данной торговлей, составляем административные протоколы. Порядка 15 протоколов уже составлено за реализацию бахчевых. На вчерашней админкомиссии два протокола уже было рассмотрено, остальные будут рассматриваться 13 и 20 числа. На чем опасна такая покупка на улице арбузов и дыни? Ну, в первую очередь, нитраты. Неизвестно, откуда они пришли. И поэтому самое опасное, это, конечно, добавки, которые были непосредственно всеми при процессе выращивания. Температурный режим, в принципе, им не нужен. Единственное, что... Вот мы столкнулись на Грессе, женщина принесла возвращку, купила арбуз тоже на точке. Пришла его возвращать, потому что он скисший. Я, честно говоря, не знаю, как может скиснуть арбуз. Скорее всего, долго он стоял на солнце и просто-напросто внутри, получается, испортился. Ну, наверное, это первое, что может быть вредно для здоровья. Большое вам спасибо, Максим. Благодарим вас за информацию. Потому что теперь крымчане вооружены и предупреждены. Это точно. И будут знать, куда идти за продуктами. Я напомню, у нас сегодня в гостях Максим Вочин, начальник управления по мониторингу и пресечению несанкционированной реализации товаров и оказания услуг. Мы двигаемся далее. Далее хронограф. Чем сегодняшняя дата интересна? Давайте узнаем. 7 августа 1803 года началось первое российское кругосветное путешествие. В поход по морям и океанам отправились два судна. Надеждой командовал капитан-лейтенант Иван Крузенштерн, а не вой Юрий Лисянский. Их плавание триумфально завершилось через три года, в августе 1806-го. В этот день, 75 лет назад, запустили первый американский программируемый компьютер Mark I. Разработал и построил аппарат гарвардский ученый Говард Эйнеген в команде с четырьмя инженерами. Фактически устройство представляло собой улучшенный арифмометр. Эта вычислительная машина заменяла труд 20 человек. В 1840 году в Англии запретили использовать детский труд для очищения дымоходов. Юные трубочисты из-за своего небольшого роста идеально справлялись с этой работой, ведь они могли попасть в самые труднодоступные места. 237 лет назад в Петербурге открыт памятник Петру Первому «Медный всадник». Модель статуи создал французский скульптор Этьен Фалькон. Отливкой руководил мастер Василий Якимов. В качестве постамента был использован гром-камень, который первоначально весил 2000 тонн. В ходе Северной войны 7 августа 1720 года у острова Гренгом состоялось морское сражение между русским грибным флотом и шведской эскадрой. Результатом битвы стал конец безраздельного шведского влияния на Балтийском море и утверждение на нем России. В этот день, 454 года назад, первопечатник Иван Федоров со своим помощником приступили к изданию второй русской печатной книги под названием «Часовник». Первым, как известно, был «Апостол», вышедший в свет в 1564 году. 7 августа 1987 года состоялся один из самых известных в мире заплывов. Американка Лин Кокс сумела переплыть Беринга в пролив, преодолев расстояние в 4 километра 300 метров. На это ей понадобилось 2 часа 6 минут. Стоит отметить, что температура воды тогда была около 3 градусов Цельсия. Саш, ну вот обещают, что жаркая погода все-таки восстановится и уже с сегодняшнего дня, со среды. Это произойдет во второй половине дня, когда воздух прогреется до 30 градусов. Об этом сообщает начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. Ну это очень хорошая новость, потому что наши коллеги, которые завтра заступают на вахту, они, конечно, наверное, не столкнутся с тем холодом, с которым столкнулись мы. И мы, конечно, рады за них. Но прямо сейчас наш мобильный корреспондент Стефан Филатов находится на улицах Симферополя и готов поделиться всеми нюансами сегодняшней погоды. Как же ощущается сегодняшняя температура там, внизу, у земли. Стефан, доброе утро. Доброе утро, коллеги. С утром нового дня всех, кто встречает этот день вместе с нами. Начать я хочу с погоды специально для того, чтобы те, кто собирается выходить сейчас на работу, а может быть по каким-либо другим своим делам, знали, к чему себя готовить. В течение дня воздух прогреется до 28 градусов. Ну а сейчас на улице, я бы сказал, по-осеннему ветрено и свежо, порядка 17 градусов. Для того, чтобы понять, насколько это холодно или тепло, лучше всего провести сравнение. За последние 130 лет этот день был самым жарким в 2001-м. Тогда столбики симферовольских термометров остановились на отметке в 38 градусов. Ну а самым холодным этот день был в 1923-м. Тогда температура была всего лишь 7 градусов. Зонты сегодня можно отложить, они вам не понадобятся. Дождя сегодня не ожидается. И хотелось бы рассказать о том, что погода была в последние дни холодной, достаточно прохладной. И связано это, конечно же, с действием циклона. Так вот, синоптики сообщают, что циклон наконец-то уходит с территории полуострова. И уже буквально в ближайшие дни температура воздуха будет постепенно повышаться, ориентировочно на 5-7 градусов. Это значит также, что прогреется и вода в Черном море. Поэтому все, кто любят проводить свой досуг, свое свободное время на море, вскоре могут вернуться к своему любимому занятию. Также я приготовил для вас еще немало интересных новостей, о которых расскажу чуть позже. Ну а на этом включение подходит к концу. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного. Коллеги, передаю вам слово. Саленька, позвольте я цветочек подарю. Мне кажется, это уже было, у меня дежавю. Дежавю. Ну я хочу сказать просто к тому, что с любимыми не расставайтесь. Это касается того случая, когда двое молодых людей из Роздолинского района, совсем дети, решили побывать на море. И что же из этого вышло? Школьники, конечно, ушли гулять сами по себе, без мобильных телефонов. И в итоге к вечеру не вернулись, когда их ожидали родители. Конечно же, они забили тревогу, они обратились сразу же в правоохранительные органы. Дети направились самостоятельно, как оказывается, в Евпаторию. На море. На море. Вот так решили они искупаться. К счастью, все завершилось очень благополучно, потому что детей нашли и вернули домой. Но я думаю, что для родителей это был и шок, и в то же время очень хороший подарок в тот день. Подарок то, что дети ушли, или то, что они вернулись? То, что они вернулись, конечно. Ну, а более подробно о подарках, какие можно сделать подарки своими руками, расскажет наш корреспондент Татьяна Балыкина в своем сюжете. Об этом прямо сейчас. Одни любят их получать, другие дарить. Традиция радовать близких подарками появилась еще в древности. Но и в наше время без них не обходится ни один праздник. А некоторым и повода не надо, чтобы сделать кому-то приятное. Я больше люблю дарить подарки, видеть эмоции своих родных людей, когда я их дарю. И от этого мне становится приятнее на душе. Или фотографии, или может быть стихи, может быть какой-то музыкальный подарок. Желательно то, что сделано своими руками. Я вижу искренние эмоции своих близких. Мне это нравится, они радуются. Я понимаю, что попал в человека, то есть подарком. Самый распространенный подарок – цветы. На втором месте шоколад. Также популярностью пользуются книги, мягкие игрушки и парфюмерия. В ход идут и шуточные презенты. Если в магазине найти идеальный сюрприз не удалось, а смастерить что-то своими руками не получается – это не повод для разочарований. Всегда можно заказать что-то оригинальное у профессионалов. Современный рынок предоставляет любые услуги. Букеты из овощей, фруктов, ягод и даже конфет. Если на цветы аллергия, всегда можно найти альтернативу. Полина Фокина «Шоколадье» уже три года создает гастрономические подарки. Мы промакиваем помытые фрукты, отобранные для нашего букета. Промакиваем салфеточкой. И аккуратненько обмываем шоколад. Сохнет сладость меньше минуты. Следующий этап – украшение. Мы ставим точечку и рисуем вентиль на клубнички. Как-то кажется, что у вас все легко получается. Можно тоже попробовать. Пожалуйста, попробуйте. Возьмите как ручку. Как ручку. Ручку. Полчаса работы и букет готов. Средняя цена сладкого удовольствия от полутора до трех тысяч рублей. Все зависит от размера и ингредиентов. Их обычно заказывают в подарок девушкам. А вот мужчин удивить куда сложнее. Пользуются спросом. Очень всем нравятся инструменты. Многие мужчины даже сначала приходят в шок, в восторг, видя такие инструменты, потому что они очень реалистично выглядят. Не менее реалистично выглядят и шоколадные картины. С помощью какао-масла и пищевого красителя художник может перенести на съедобный холст любое изображение. Вот этот набор, который мы сейчас упаковываем, это подарок для любимого папы. Здравствуйте. Ваш подарок готов. Ой, спасибо большое. До свидания. До свидания. Вариантов, как осчастливить близких, тысячи выбор ограничивается лишь вашей фантазией. Создатели подарков рекомендуют не бояться экспериментировать и выбирать те презенты, которые было бы приятно получать вам самим. Татьяна Балыкина, Андрей Псом. Утро нового дня. Саля, скажи, пользовалась ли ты когда-нибудь единым билетом? Я пользовалась картой-тройкой, которая действует в Москве. Я тоже пользовался. А билет единый, как единая Россия. Давай поговорим об этом, потому что это нововведение, которое на материке действует уже давно, а у нас в Крыму появилось относительно недавно и очень сильно облегчило жизнь не только крымчанам, но и тем, кто к нам приезжает, нашим гостям. Действительно, это нововведение, которое уже начинает действовать на территории республики. О том, где и как можно будет приобрести такой билет, сколько он будет стоить, нам расскажет Денис Сергеевич Майор, директор муниципального унитарного предприятия «Горавтотранс». Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Ну вот я думаю, что для многих эта информация актуальна, особенно для тех, кто сейчас отправляется на работу и вынуждены ехать с пересадками. И сначала ехать на маршрутке, потом, может, где-то на троллейбусе. Может, кому-то надо будет пересаживаться на водный транспорт или еще какой-нибудь... На самолет. Самолет. Вот здесь как раз-таки им такой билет и пригодится. С первого августа мы совместно с «Крымтроллейбусом» запустили единый проездной. На данный момент действует только на двух крупных предприятиях «Горавтотранс» и «Крымтроллейбус». Что дает эта карта? Она дает, в принципе, безлимит на данный момент. Мы будем рассматривать с оператором по поводу 10, 20, 30, 40 поездок для упрощения. Также самый разовый билетик, чтобы был тоже по безналичной оплате, что проходило, как действует везде в современных городах. О том, что развиваться-то уже надо было еще с 16-го года. В этом плане мы чуть-чуть отстали. До этого была карточка, задействована только у предприятия «Горавтотранс». Своя была карточка. Чем бы это было неудобно, у «Крымтроллейбуса» своя карточка. С первого августа мы объединились. Чем получилось? В том, что у нас маршрутная сеть с «Крымтроллейбусом» намного, ну, как сказать, дублирующая друг друга. То есть пассажиру удобно проходить, то есть осуществлять перевозки на наших маршрутах и так же само по этой карте пересаживаться на «Крымтроллейбус» и осуществлять перевозки на их них. То есть можно будет сначала сесть на маршрутку, потом в троллейбус и при этом расплачиваться только одной вот этой карточкой? Да, совершенно верно. Так же само пополнение карточки. Можно приобрести карточку в «Крымсоюзпечать», «Крымпочта». Она стоит 60 рублей, пополнить ее безлимитный поездок – это полторы тысячи рублей. Если желает пассажир осуществлять перевозки на одном транспорте, ну, там, у города «Транса» или «Крымтроллейбуса», то это стоит тысяча пятьдесят рублей. Что касается, мы сделали так же само, мы даем карточки сейчас для, и так же само брелки, браслеты для детей, сиротам, которые там льготные детям, и то же самое, бесплатно это все дается для того, чтобы привлечь к себе пассажиров. Но брелки, я так понимаю, это прошитые тоже ими можно расплачивать? Браслеты, да, совершенно верно. Заходишь в автобус, троллейбус, прикладываешь к валидатору, ну, получается, вылазит чек, берешь чек и проходишь по салону. Скажите, а на сколько транспорт уже оснащен валидаторами? На нашем подвижном составе 90 единиц оснащенных валидаторами. Мы так же само будем осуществлять, продолжать оснащать. Извините, давайте поясним слово-то незнакомое, что такое валидатор для тех, кто не знает. Валидатор – это фискальный накопитель, который при оплате проезда продублируешь, проводишь по валидатору и выдает чек. То есть это такой прибор, куда прикладываешь, считывается денежка и, соответственно, оплачивается проезд. Карточку прикладываешь, любую карточку, и транспортную карточку, и банковскую карточку. Даже банковскую можно? Да, совершенно верно. ВИР, виза, мастер-кар, все, любая оплата проезда. Конечно же. У нас уже работает МИР, с 2018 года уже заработает. Ну, а вот мне интересно, а как можно будет пополнять вот эти карточки, которые, вы говорите, можно приобретать для расплаты в проезде? Через терминал Пейбери. Пейбери. В Пейбери. Ну, любой терминал, где пополняется счет, как вы пополняете счет, то же самое там есть, у нас везде задействованы, карточка пополнена, городская транспортная карта. Скажите, а вот, например, купила вчера карточку, допустим, да? Она будет действовать с начала месяца по конец месяца, или с того дня, как я ее купил и активировал, вот, 30 дней? С того дня, когда вы ее активировали, да. И оттуда начинается отсчет 30 дней? Да, 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 30 дней, да. Ну, достаточно удобно. Но есть ли в планах расширять вот маршрут, количество транспорта, который будет включен, где будет действовать эта карточка? Конечно, у нас проблема возникает с тем, что мы не успеваем оснащать наши подвижные составы, да, то есть у нас транспорт быстро приобретается, мы с 16-го года каждый год приобретаем транспорт, и мы не успеваем его дооснащать. Так же самое сейчас проблемы столкнулись с валидаторами, как бы тоже стоимость оборудования не такая дешевая в количествах, да, и мы сейчас хотим взять в аренду это валидатор, да, сносить весь полностью подвижной состав, чтобы создать полностью для жителей, ну, везде, чтобы можно было передвигаться. Крым-троллейбус, насколько мне известно, на сегодняшний день у него полностью подвижной состав, весь оборудован валидаторами. Денис Сергеевич, ну вот в Москве сделано все удобно, там, на самом деле, на входе стоит уже как-то палка, да, поручень, да, на которой крепится валидатор, у нас же это в кабинке водителя, не очень удобно расплачиваться людям, то есть это все через водителя приходится делать. Да, я согласен, под стационарные валидаторы они называются, мы планируем до конца года в план график вложить о том, что нам надо будет установить стационарные валидаторы на своем подвижном составе, которые устанавливаются в середине салона, которые создают упрощенную, ну, так же самую цивилизацию для нас, потому что не надо к водителю... Не надо было отвлекать от дороги. Отвлекать, так же самое, как и водителя отвлекать, это для нас в первую очередь безопасность, так же само и пассажиру создавать дискомфорт, ждать, пока там водитель освободится, да, пока будут раздавать, принимать наличную оплату проезда, выдавать билетики, и это все создает неудобство и дискомфорт для пассажира. Денис Сергеевич, Вы сегодня озвучили цены, общий билет стоит единый 1500 рублей, правильно я понимаю? Скажите, а вот для льготных, там, скажем, для студентов, для телеведущих, для... Для студентов, у которых стипендия часто составляет полторы тысячи, да? Да, для пенсионеров существуют какие-то скидки? Конечно, существуют, оператор сделал 15% скидку, так что это, в принципе, ну, рентабельно и выгодно для... Так же само у студентов, так и как и у школьников действует, вот, например, что про школьников хочу добавить, у них школьный дневник к этому подключен, к этой карте. Это как? Школьник полностью там у них, это надо с оператором конкретно проговаривать, потому что вот он со школами полностью заключал договора, которые выдают там школьный дневник, столовая, родители там, к примеру, денежку на карточку пополнили, у нас столовая можно рассчитаться по этой карте. Так же само проходит, он идет в школу, так же само, как и студенты, проходит через турникет, отмечается для школьников. А я думала, что водитель сразу видит оценки ребенка и говорит, так, ты двоечник, ты не поедешь сегодня. У нас этого нет, мы ничего не видим в этом плане, мы только видим, сколько пассажиров перевезли, это для нас в первую очередь так же само, как и подтверждение для льготников, сколько мы пассажиров, льготной категории граждан увозим. И электронное количество перевезенных пассажиров, на сегодняшний день мы уже перевезли 22 миллиона пассажиров, так что это большое количество. 22 миллиона, это с какого периода? С января. С января этого года? Да, мне кажется, это прилично. Это большая цифра. Скажите, пожалуйста, а вот, например, существует какая-то статистика на данный момент, сколько людей уже воспользовались услугой единого проездного билета? 4 тысячи человек. Уже 4 тысячи? Это много или мало? Это мало, это порядка, да, это очень мало, это порядки даже, ну, как сказать, если полностью взять те, кто приобрели карточки, это 20% наших пассажиров. Если в порядке того брать, какое мы количество вообще перевозим за воду, ну, это процент маленький очень соотношений. Ну, я думаю, что после сегодняшней программы, конечно, этот процент вырастет, потому что нас внимательно смотрели Симферопольцы, крымчане, и все приобретут единый билет. Денис Сергеевич, большое вам спасибо. Напоминаем в гостях в студии сегодня Денис Сергеевич Майор, директор муниципального унитарного предприятия Горавтотранс. Большое вам спасибо за ваш рассказ. Спасибо большое. С вами мы прощаемся, а вам предлагаем посмотреть новости крымского сегмента интернета. На дороге каждый сам за себя. Видимо, этим принципом руководствовался житель Севастополя. На видеорегистратор попал один из таких моментов. Мужчина с ребенком не успели вовремя уйти с дороги. Но вместо того, чтобы позаботиться о безопасности сына, отец спрятался от приближающейся опасности в машине, при этом закрыв дверь перед носом мальчика. Этот родитель по праву претендует на звание «Отец года». В Ялте пожарная машина долго добиралась к очагу возгорания. Все потому, что дорога там превратилась в одну сплошную парковку. Удалось ли в итоге спасателям выбраться из транспортного плена и потушить пожар – неизвестно. Этим видео в интернете поделился житель Севастополя. В городе Героя на рынке Юмашево явно забыли, что такое санитарные нормы. Грузчики голыми руками и без халатов носят только что привезенные местные туши. Хорошо, что не по асфальту волокут отреагировали пользователи соцсетей. В одном из алуштинских магазинов женщине очень приглянулась тарелка. Настолько сильно, что она не смогла удержаться и быстрым движением руки переместила посуду с полки в сумку. Платить за обновку посетительница не стала, видимо, час расплаты еще не наступил. А в Симферопольском супермаркете наоборот – переплатили за продукт. Такой паштет вряд ли у кого-то вызовет аппетит. И потраченных денег он явно не стоит. И снова Севастополь. На улице Челюскинцев, казалось бы, появились новые тротуарные дорожки. Вот только их качество вызывает немало вопросов. Местные жители обратили внимание, что бордюр легко вынимается. Так и хочется спросить, куда глаза смотрели, когда руки делали. Саль, я предлагаю прямо сейчас перенестись с крыши нашего прекрасного, нашей студии, на площадь Ленина, где сидит наш мобильный стоит, наш мобильный корреспондент Стефан Филатов и готов с нами поделиться какой-то очень интересной информацией. Что же расскажет нам Стефан? Доброе утро, мы тебя слушаем внимательно. Доброе утро, Саша, Салия, с добрым утром всех, кто присоединился к нашему эфиру. Сейчас я нахожусь на площади Ленина. Добраться сюда из Екатерининского парка, где было предыдущее включение, труда не составило. Сделать это получилось беспрепятственно и не мудрено, ведь эти пункты находятся в непосредственной близости друг от друга. А вот тем, кто собирается на работу, и причем не важно, насколько далеко она от вас находится, я советую не забывать о пробках в центре. Пока что их замечено не было, тем не менее, есть они на площади Советская, на Кубышевском кольце, ну и в других привычных, я бы сказал, даже традиционных для города местах. Продолжить тему я бы хотел рассказом о том, что в России ужесточены меры ответственности за непропуск автомобилей скорой помощи. Речь идет именно о тех случаях, когда машины добираются к пациентам. Если вы видите машину скорой помощи с включенными мигалками, ее нужно обязательно пропустить. Иначе нарушителю грозит штраф до 500 рублей или лишение прав на срок до 3 месяцев. Так вот, это было раньше, теперь же эта сумма штрафа выросла до 5 тысяч. Обратите внимание на такое повышение штрафа. Ну а если будут вас лишать прав, то теперь это будет уже не на 3 месяца, как было раньше, а на срок до года. Поэтому будьте внимательны за рулем, соблюдайте правила, уступайте движению автомобилям скорой помощи. На этом мое включение подходит к концу. Впереди ждут самые интересные новости, поэтому не пропустите, оставайтесь с нами. Коллеги, передаю вам слово. Саш, ну вот еще есть у меня такая новость, наверное, не очень она радостная и положительная. Дело в том, что 8 крымских пляжей закрыты для посещения туристов и местных жителей, потому что там морская вода не соответствует ни качеству, ни, конечно же, пробе, которая была там сделана. Шесть из них находятся, надо отметить, в Алуште и два в Севастополе. Но с другой стороны, новость хоть с одной стороны и плохая, но с другой стороны очень хорошая, потому что службы соответствующие внимательно следят за качеством морской воды, соответственно, следят за здоровьем крымчан и гостей полуострова. Поэтому новость двоякая. Ну, все-таки, наверное, посоветуем тем, кто будет ехать в Алушту, известно, что там вода не всегда хорошая в августе месяце и можно подхватить какую-то инфекцию, поэтому задумывайтесь, где вы будете купаться, преждевременно, наверное, особенно если вы отправляетесь туда с детьми. И на закрытую территорию не ходите, хотя там, наверное, менее людно, но тем не менее вода там может быть немножко непригодна для купания. Ну, будем надеяться, что эта информация не попадет в интернет. Мне кажется, она уже туда попала, на самом деле, но не будем нагонять такую панику, потому что все хорошо, у нас очень огромное количество пляжей в Крыму, где все-таки можно искупаться, но сейчас я предлагаю рассказать о других новостях интернета и без паники, без паники, все хорошо. Перми в квартиру многодетной семьи через унитаз заполз полутораметровый питон. По словам хозяйки, рептилия была сонной и неагрессивной. Прибывшие через пять минут спасатели выяснили, что неожиданный гость – никто иной, как королевский питон. Змея не ядовитая, поэтому один из работников МЧС поднял ее и положил в мешок. Вероятно, присмыкающаяся обитала у кого-то и соседей, однако пока никто не признался, что держал у себя экзотического квартиранта. В мексиканском городе Канкун предлагают необычную экскурсию, для которой придется надеть акваланг. Она проходит на дне Карибского моря. В подводном музее представлены статуи людей, автомобилисты и даже здания. Идея принадлежит американскому скульптору Джейсону Тейлору. Сейчас под водой находится около 450 экспонатов. В ночном клубе Праги посетителям теперь не нужно стоять в очереди за коктейлем. Там появился робот-бармен. Это механизированная рука, которая может мельчить сахар, нарезать лайм, добавлять лед и смешивать все ингредиенты в стакане. За час робот делает 80 напитков, максимально точно соблюдая все пропорции. В Индии ребенку удалили 526 зубов из нижней челюсти. Родители заметили припухлость на щеке и предположили, что причиной может быть кариес. Однако во время обследования стоматологи обнаружили редкую патологию. Операция длилась 5 часов. Некоторые удаленные зубы имели корни и эмаль. На данный момент это рекорд. До этого врачи удаляли за один раз не более 232 таких образований. В Йоханнесбурге создали уникальное приложение, которое позволяет покупать долю в живой корове. Бизнесмены уже интегрировали его в 2000 животных. Одни приобретают рогатых целиком, другие владеют лишь частью скотины. От проданного мяса вкладчики получают проценты. Совершить покупку можно из любой точки мира. Другое дело, что стоимость одной коровы достигает 1400 долларов. Во французском районе Ашевиль прошел один из самых крупных фестивалей воздушных шаров. В этом году пилоты планировали побить рекорд по самому массовому одновременному взлету. И хоть заявки на участие подали 1100 участников, в небо поднялось чуть меньше 500 аэростатов. Тем не менее, достижения удалось зарегистрировать. Ну и я еще раз напомню, что сегодня наша студия находится в самом необычном, можно сказать, месте. Мы размещаемся на крыше жилого комплекса «Альфа», благодаря которому наш эфир имеет сегодня такой прекрасный вид. Можно отметить, что это 16 этаж. А вот вчера мы, кстати говоря, с этого 16 этажа выйти не смогли, потому что была гроза. И не только она сорвала, не только у нас она сорвала планы, но и у некоторых других горожан, на которых упали деревья. Ну, надо сказать сразу, никто не пострадал. Это я несколько гиперболизировал ситуацию. Немножко ты преувеличил, Саша, действительно. В эти выходные, если отметить, было штормовое предупреждение, которое себя оправдало, из-за чего 15 деревьев было повалено. Это, кстати говоря, штрих к портрету. Очень многие горожане очень бурно реагируют на то, что срубают деревья. Далеко не всегда срубленные деревья – это плохо, потому что многие из них оказываются старыми, гнилыми изнутри. Поэтому, дорогие друзья, давайте более внимательно относиться друг к другу и к замечаниям специальных служб, которые уполномочены делать заключение по поводу деревьев. Это касается, кстати, в частности и деревьев, которые растут в парках. Мы много кричим о том, что, дескать, вот, срубают. Но иногда это необходимо, в первую очередь, ради безопасности. Но иногда стоит отметить, что из дерева делают настоящие произведения искусства или даже делают очень важные и полезные места. У нас в парках появляются новые скамейки. Без деревьев, к сожалению, такого бы, наверное, не было. Металлические скамейки сегодня не очень пользуются популярностью. Но о том, как и где появляются скамейки, расскажет наш корреспондент в своем сюжете. Круглые, квадратные, продолговатые – и все это о лавочках. За последнее время на улицах столицы их число заметно выросло. Но почему планировщик отдал предпочтение дереву, а не металлу, мы задумываемся редко. Ведь это целая наука. Дело в том, что это, на самом деле, одна большая скамья порядка 39 метров. Она тоже выполнена из лиственницы. Ну, суть ее заключается в том, что есть вот эта вот огромная такая променадная улица, по которой постоянно есть лесской трафик. То есть люди ходят, постоянно циркулируют, и при возможности они всегда могут присесть. Это важно, потому что в городе очень мало мест. Экостиль – одна из главных тенденций современной архитектуры, поэтому это направление так часто можно узнать в дизайне городских парков и скверов. Объекты изготовлены преимущественно из натуральных материалов – дерево, камень. Допускаются и различные сплавы. Идея была такая, чтобы сделать такую массивную скамейку, и как будто она сделана из массива дерева. Такое квадратное сечение у нее. Лиственница сама по себе очень хороший материал. Она очень долго держит. И внешние нагрузки, погодные условия. Мало кто задумывается, но удобные и привычные деревянные конструкции проходят не один этап подготовки перед тем, как украсить собой улицу, двор или дом. Изготовление деревянных изделий – достаточно трудоемкий процесс. Например, на создание такой лестницы уходит 2-3 месяца. Первоначальный этап – обработка древесины из такой доски. Получается опорный столб. Андрей работает с Толяром 24 года. С делом всей жизни познакомился случайно. Друг привел посмотреть, как собирают стулья, спальни, гардеробные. Тогда он и решил, что держать в руке рубанок – это его. Работа по дереву для мастера – особый вид искусства. Правда, себя он называет сапожником без сапог, потому что для своего дома мебель изготавливает редко. Я к этому делу с душой отношусь. Как хобби, за которое еще и деньги платят. Мне очень нравится эта профессия. На этом этапе, глядя на деталь, сложно догадаться, частью какого предмета она станет впоследствии. Это массив ясеня. Это заготовка под склейку ступенек. То есть это будущие ступеньки? Это будущие ступеньки, да. Вот тут уже видите поклеенные ступеньки. Это тоже массив ясеня. Это будет лестница. После того, как предмет полностью готов, его отправляют на лакировку. Это завершительный этап перед тем, как изделие будет передано заказчику. После того, как сам возьмешь в руки инструменты, что-то попытаешься сделать, становится понятно, почему мебель такая дорогая. Ольга Литвиненко, Максим Турчев. Утро нового дня. Но у нас впереди еще целый час информационного путешествия, которое мы предлагаем совершить вместе с нами. Для вас в прямом эфире работает Александр Ткачев из Салия Салямова. Вещаем мы традиционно на двух телеканалах. Первый Крымский и Крым-24. Предлагаем начать с новостей. Час. Итак, рискованный отдых. Я знаю, что очень многие из вас любят аттракционы водные, но оказывается, что это совсем небезопасно. И более подробно в этой теме разобрался Николай Уваров. Экскурсии солнечных ванн на пляже вместе с дочерью решили рискнуть и прокатиться на банане. Теперь жалеет, что не сняла все происходящее на телефон и не выложила в интернет для публичного обозрения. Сели, пошли, ждем. Думаю, кто нас повезет? Смотрю, пенючий. Подхожу к нему, говорю, вы нас повезете? Да, я говорю, вы же вообще вот пьяный. Выяснить, кто был в нетрезвом виде за рулем катера не представилось возможным. Дорогу съемочной группе перегородил молодой человек, который сначала пытался выяснить, почему мы снимаем его аттракционы, а после решил неудачно закончить разговор шуткой. Понимаю, вы представляете интересы этого? Я не представляю. Я могу ответить на вопрос. Аквапарк находится вот там вот, слева. Хорошо. Я к нему никакого отношения не знаю. Ну, вы первые подошли, поэтому я, соответственно, задал вопрос. Я подошел, я ножки хожу, тебе снимаю, вон там в водичке. Показать вам видео? Документы на катере нужно подождать несколько часов. Мы не намерены вам отвечать. Конструктивный диалог с нелегальными предпринимателями вести сложно. Далее уже на соседнем пирсе мы встретили более активный отпор от профессионального оператора. Так, ребята, выключи камеру. Я сам профессиональный оператор, выключи, пожалуйста. Я говорю, выключи камеру. Тише, 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 тише. Не надо распускать руки. Аттракционы на воде – это не просто шанс быть обманутым. За коротких пять минут вы платите от 300 рублей и выше, но и риск получить травму из-за нарушения эксплуатации водного транспорта. У многих поставщиков услуг нет необходимой квалификации. Буквально через несколько минут после того, как мы попросили сотрудников данного причала показать документы, которые подтверждают легальность их работы, здесь стало безлюдно, как будто в позднюю осень. Однако в тени закона остаются не все. Есть бизнесмены, работающие на набережной Алушты, которые давно поняли – заниматься обманом себе дороже. Несмотря на ворох разрешительных документов, трудиться легально гораздо выгоднее. Капитаны у нас все квалифицированы, у всех портовские права. Каждый день берем спуски-подъемы у пограничной службы. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Кто такие владельцы аттракционов, знают даже не все спасатели пляжа, хотя обводные развлечения – в первой группе риска пребывания на воде. Добрый день, извините, пожалуйста, телеканал «Крым-24». А кто предоставляет, скажите, услуги аттракционов на воде? Я не знаю, я спасатель. Это к ним спустите. Предложение прокатиться с ветерком по водной глади привлекательно далеко не для всех туристов. Для общественных мест, мне кажется, должно быть специальное место, отведено для аттракционов. Всегда должна будет соблюдаться техника безопасности, в любом деле, особенно на воде, особенно с детьми. Через несколько минут после нашего появления ажиотаж вокруг аттракционов заметно стих. Это очередной причал с морскими аттракционами. Его тоже почему-то покинули все, как только увидели видеокамеру. Зато остались спасательные жилеты, но надежно пристегнутые к друг другу. Отсутствие разрешительного талона и лицензии на эксплуатацию – самые частые нарушения со стороны нелегальных предпринимателей. Штрафы от 10 до 50 тысяч рублей действуют не всегда эффективно. У мошенников свои хитрости. В момент выявления не получается сразу оперативно среагировать, так как она сдувается, и люди, которые занимаются эксплуатацией с нарушением, они попросту сбегают. Надзорные ведомства не имеют прав физического задержания. Единственный способ борьбы – регулярные рейды, которые часто проводятся совместно с городскими администрациями. Вынужденный перерыв у работников причала с аттракционами закончился, как только наша съемочная группа исчезла из поля зрения. Теперь же причал оживился, снова все предели. Николай Уваров, Денис Тищенко, Новости 24, Алушта. Завершить строительство и установить оборудование многопрофильный медицинский центр имени Симашко обещают сдать не позже декабря этого года. На возведение комплекса выделили 9 миллионов рублей. О том, как происходит постройка и как идут работы, разбиралась Елена Носкова. Закончить отделку помещений, запустить инженерные коммуникации – работы у подрядчика медицинского центра еще много. Это что такое? Это сброс воды с кондиционера. Часть оборудования уже практически готова к работе. Технологическое оснащение медицинского центра стоит 3 миллиарда рублей. Этот распределительный пункт контролирует энергосистему больницы. Если отключается электричество, сразу активируются генераторы. И операционные, и другие важные помещения оказываются обеспечены энергией. Здесь установят медицинское оборудование на 2,5 миллиарда рублей. Комплекс будет одним из лучших в стране. В больнице 17 операционных, одна из которых в бомбоубежище. Рядом оборудуют палаты, где пациенты будут приходить в себя. Здесь уже все готово к установке оборудования. Чтобы успеть сдать проект в декабре, подрядчику предстоит ускориться. А пока результаты неудовлетворительные. Неподготовленная эталонная операционная на 100% не завершили ни одного этажа. Благоустройство территории тоже запаздывает. Строительное готовное здание 95%. Осталось закончить инженерные сети, системы вентиляции, системы кондиционирования, системы лечебных газов и завершить пусконаладочные работы. Проверка Министерства строительства и архитектуры показала. На объекте не хватает работников и материалов. Есть отклонения от сроков. Зафиксировали и другие нарушения. По информации, которая поступает ко мне на фейсбук и в качестве официальных обращений в Минстрой, имеются проблемы с выплатой заработной платы работникам, которые здесь работают. Все это сегодня я буду докладывать курирующему вице-премьеру Кабанову. И он будет докладывать главе республики. Будем выходить на руководство компании и думать, что делать. Если подрядчик не выполнит условия контракта, то получит штраф. И до ввода комплекса могут притормозить выплаты. Крайний срок, чтобы обойтись без санкций и обеспечить прием первых пациентов – 31 декабря 2019 года. Елена Носкова, Алексей Романов, Новости, 24. Монументальность и легкость. Реставрация Воронцовского дворца, одной из жемчужин крымской архитектуры, завершена на 60%. Однако срок сдачи объекта затянулся. Обновленные здания должны были открыть еще в мае этого года. Почему сроки были перенесены и о тонкостях реставрационных работ, нам расскажет более подробно Анастасия Кошель. Запах моря и кипарисов, жар южнобережного солнца и стук молотков. В Воронцовском дворце продолжается реконструкция. Работы идут над помещением музейного фонда. Процесс сложный и требует особых навыков. Поверхность крыши состоит из разных материалов. Рабочие укладывают несколько слоев, обрабатывают деревянные конструкции специальным огнебиозащитным составом. Трудности, что работа на высоте, весь материал нужно подать, опустить, там демонтированный материал. Здесь дворец, где-то кран не подъедет, не заедет, то есть все это вручную. Большой объем работ приходится выполнять вручную, это, естественно, очень сильно усложняет производство работы. К кровельным работам приступили в ноябре прошлого года, но каждую деталь приходится согласовывать с компетентными органами. Специалисты говорят, проверки, а также частые дожди затягивают срок сдачи объекта. Работы должны были закончить в мае. Две с половиной тысячи квадратных метров крыши дворца устилают медью, используют ее как материал прочный и долговечный. Соединяют вот такими специальными скользящими клямерами. Они крепят металл и не позволяют ему расходиться при нагревании. Не обошлось и без происшествий. Сильный ливень, который обрушился на полуостров 7 июня, затопил несколько помещений. Ветром с крыши снесло временное покрытие. Вода добралась до первого этажа. Пострадал один из самых известных залов дворца – голубая гостиная. Краска облупилась, лепнина пожелтела, а в некоторых местах и вовсе отслоилась. Сейчас зал просушивают, но он открыт для туристов ежедневно. В этих стенах встречают до трех тысяч гостей. Некоторые экспонаты убрали, чтобы не повредить при ремонте, например, знаменитые статуи в Зимнем саду. Определенный работ по кровлям был сделан. Это касается шуваловского флиделя, шуваловского корпуса и некоторых составных частей главного корпуса. В главном корпусе работы выполнены над парадной столовой и над бильярдной. Также меняют коммуникации. Проблема возникла с канализационным коллектором. Весной трубу прорвало, и нечистоты залили один из участков парка. В планах вынести систему за территорию, чтобы улучшить экологическую обстановку и избежать повреждения музея. Запланированные по проекту работы подрядчик должен завершить уже в ноябре этого года. Анастасия Коша и Руслан Князев. Новости 24. Большая Елта. Современные технологии позволяют творить чудеса. И предлагаю прямо сейчас посмотреть на нас с Али со стороны птиц. Как птицы видят нашу студию? Высота птичьего полета. Абсолютно верно. Мы находимся на 16 этаже. Это жилой комплекс «Альфа». Именно здесь располагается наша выездная студия «Утро нового дня». Благодарим наших партнеров. Да, именно отсюда мы можем наблюдать не только вид города, но также делать свои прогнозы по поводу синоптической ситуации. Например, на этот день можно уже сказать, что дождя не будет, потому что на небе не облачко. Но в принципе я предлагаю все-таки не гадать, а узнать уже из нашей рубрики о погоде. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Саш, ну вот у меня есть еще хорошие новости, но они, наверное, касаются больше детей, потому что в детском парке собираются обновить голову великана. Да и не только великана. Полная реконструкция поляны сказок предстоит. Она началась уже, кстати говоря, летом и планируют к осени завершить. Все персонажи будут вновь реалистичны, вновь как живые. Им будет возвращена яркость и актуальность. Да, поэтому не удивляйтесь, что поляна сказок на время закрыта, потому что там как раз-таки все эти сказочные герои, они вновь обретают свой облик и даже обещают, что некоторые оживут. Вот, как я уже сказала, голова великана, которая, оказывается, раньше и моргала, и издавала какие-то звуки. И директор парка обещает, что все это будет проходить в определенные дни, для того, чтобы дети все-таки не пугались и не было это такой неприятной неожиданностью. Лишний раз вспомнить сказки Пушкина, как говорится, приведется. Но я напомню, что детский парк в Симферополе, он был организован в 76-м году и стал первым в Советском Союзе специализированным парком для детей. А до этого на его месте располагался филиал Никитского ботанического сада. Да, ну, у него замечательная история, но сейчас я все-таки предлагаю обратиться к другому, провести свой культурный досуг. Можно, придя в детский парк, например, а можно, отправившись в театр или кинотеатр. Ну, вот, как можно разнообразить свой досуг, мы предлагаем узнать из нашей следующей рубрики. Крымский этнографический музей приглашает на выставку керамики 19-20 веков. На полках в залах более 30 уникальных изделий из глины, сувенирные фигурки украинских женщин в народных костюмах, детские свистульки, кувшины, блюда, баночки, горшочки, кружки. Погрузиться в историю моды и театрального искусства можно в Крымской республиканской библиотеке имени Ивана Франко. Книжная экспозиция раскроет тайны искусства костюма с новой стороны, как самостоятельную область художественной мысли. Выставка искусствоведческой литературы дополнена необычными экспонатами театрального реквизита. На мерцающем экране боевик «Форсаж», «Хоббс» и «Шоу». Непредвиденная ситуация сталкивает на одной стороне двух непримиримых врагов. Люка, агента разведки США, и Декарда, шоу-шпиона британских спецслужб. Только угроза их семьям заставляет объединить усилия. Но получится ли противостоять опасности? Также на экранах мелодрама «До скорой встречи». По сюжету в преддверии чемпионата мира звезда футбола получает серьезную травму. Когда карьера спортсмена оказывается под угрозой, судьба преподносит ему еще один удар. На этот раз в сердце. Чтобы залечить раны, спортсмен отправляется в путешествие по России и встречает там любовь всей своей жизни. Для любителей музыкальных фильмов продолжение франшизы «Шаг вперед, шесть горы танцев». После успеха «Даншоу» в Лас-Вегасе герои ленты отправляются покорить своим искусством в Поднебесную. Парням и девушкам предстоит стать сплоченной семьей, чтобы завоевать звание лучшей танцевальной команды планеты. Вселенная Марвел радует поклонников новой картиной «Человек-паук. Вдали от дома». Из джунглей Нью-Йорка действие фильма перенеслось в старый свет, куда Паркер вместе с друзьями отправился на летние каникулы. Только беззаботный отдых едва ли удастся. Злые силы не дремлют, и их планам придется противостоять. В кинотеатрах покажут ремейк диснеевского мультика «Король Лев». Анимационный фильм полностью повторяет историю об отважном ребенке по имени Симба, вышедшую в 1994 году. Герои, знакомые с детства, живут на экране и заставят прочувствовать все с самого начала. Таш, ну вот часто тебе хочется пожаловаться на кого-то? Или, например, ты пишешь жалобу, и такое случается в твоей жизни? Вот знаешь, когда приходят в магазин, что-то не нравится, говорят, вот я на вас донесу кому надо. Нет, я ни на кого не доношу, и считаю, что это не всегда хорошо. Но что касается коммунальных служб, то иногда это просто необходимо. И вот теперь к Симферопольсам не придется идти и делать челобитную для чиновников, потому что специальная программа будет создана буквально в самое ближайшее время. Это будет аналогом активного гражданина, который уже действует в Москве. Эта программа устанавливается на телефон, и с помощью этой программы можно будет чиновникам напрямую сообщать о проблемах, которые существуют в Симферополе. Я считаю, что на самом деле это хорошо. Это не означает жаловаться или доносить на кого-то. Это означает быть небезразличным к своему городу и рассказывать о его проблемах в открытую. Тем более, что программа подразумевает использование фото- и видеофиксации. Поэтому, друзья, непременно стоит воспользоваться и вместе сделать наш город лучше. Кстати говоря, это делается очень активно. Но я думаю, что ни для кого не секрет, что сколько спортивных площадок появилось в городе за последние несколько лет. Действительно, спортивных площадок с тренажерами, на которых можно тренироваться и не обязательно для этого идти в спортзал. В общем, куда сходить, расскажет более подробно Александр Кононов. Быть здоровым, бодрым и молодым хочет практически каждый. И если занятия в тренажерных залах не всем по карману, то площадки на улицах доступны всегда. Тем более, тренировка на свежем воздухе сейчас как нельзя кстати. Лето открывает нам мир прекрасных возможностей, одно из которых – занятия спортом на природе. Все больше и больше людей предпочитает этот активный образ жизни. Тренажерная площадка в парке имени Гагарина – одна из самых популярных у жителей Крымской столицы. Здесь тренируются люди разных возрастов, любители, профессионалы. Среди них и Марина Горбунова. Я очень люблю заниматься на улице, да, то есть для меня это такая отдушина, скажем так, потому что я очень много времени провожу в тренажерном зале, и мне хочется немножко абстрагироваться от ситуации, от людей, то есть я беру гарнитуру и выхожу. В отличие от тренажерных залов, здесь нет профессионального тренера, поэтому подсказать, помочь и направить некому. Тут важно соблюдать несколько нехитрых правил. Для того, чтобы начать тренировку, естественно, хорошая разминка суставная. Начинаем сверху, заканчиваем низом. Это упражнение называется гиперэкстензия. Поднимаем туловище и руки. Нагрузка ложится на мышцы спины. Продолжаем движение до полного выпрямления. Далее мы переходим к приседаниям. Расставляем ноги на ширину плеч, прогибаем вперед спину в пояснице и начинаем присед. К какому следующему упражнению мы можем с тобой приступить? Это выпады. Выпады могут быть как вперед, так и назад. Самое главное делать это с прямой спиной, не заваливая корпус на бок. Если задача кажется слишком простой, можно добавить небольшой вес. И, конечно, тренировка проходит совершенно по-другому. Ощущения другие. Для нас очень важно находиться в гармонии с природой, с воздухом. Процесс не из легких. Хотя физические нагрузки под руководством специалиста прошли на одном дыхании. Существует мнение, что на тренировку стоит выделять от 40 минут до часа. Но если вы пришли просто получить удовольствие, то можно и задержаться. Тем более все необходимое для этого есть. Главное – придерживаться определенного графика занятий. Три раза в неделю будет более чем достаточно. И нет предела совершенства. Просто действуй. Рядом с профессионалами тренируются и любители, уже имеющие небольшой опыт занятия в тренажерных залах. Площадку такого типа посещаю я недавно, так как она у нас в городе. Ну, я о ней узнал не так давно, где-то около года назад. Вот, наверное, ее построили около года назад. Вообще до этого в зале занимался. Вообще летом лучше все-таки будет на открытом пространстве, на свежем воздухе. Очень хорошая идет пропаганда вообще спорта, здорового образа жизни. Поэтому, ну, маловато для нашего города будет одной. Желательно хотя бы таких 3-4, чтобы в Симферополе были площадки. Комплекс парки имени Гагарина – первая полноценная тренажерная площадка в Крыму. И подходит для людей с различной степенью физической подготовки и возможностей. И самое главное помните, при индивидуальном занятии спортом – это не переусердствовать и соблюдать технику безопасности. Устали? Отдохните. Этим тренажерам уже год. До сих пор они в прекрасном состоянии. Если горожане будут и дальше также бережно относиться к ним, то оборудование прослужит людям долгие годы. Александр Кононов, Максим Турчев. Утром нового дня. Саля, скажи, пожалуйста, знала ли ты, что Симферополь был и, может быть, остается одним из самых зеленых городов России? Я знала, что не только Россия, а в советское время тоже считалась одним из самых зеленых городов. Да, эта информация поправдана абсолютно. И ты знаешь, что Наталья Маленко, глава Симферопольской администрации, обещала этот статус сохранить. Я думаю, что она нисколько не обманывает, потому что очень любит цветы. Вот ты обращала внимание, она всегда выходит в таких нарядах удивительных, и всегда ее платье украшено цветами. Нет, я не обращала, кстати, внимания. Обрати внимание, всегда. Мужчины более внимательны к таким вещам, к мелочам. Действительно. Ну, а по поводу озеленения города мы сегодня и поговорим. У нас в студии Александр Георгиевич Чернов, директор муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз». Доброе утро. Доброе утро. Скажите, гордитесь ли вы Симферополем как одним из самых зеленых городов России? Он всегда таким был. Ну, вот вы говорите, был. В прошедшем времени все-таки. И сейчас он существует так. Но сейчас надо производить обновление зеленых насаждений в городе, особенно деревьев. Ну, я так полагаю, что и в прошлом, и в настоящем очень многое зависит конкретно от вас, потому что вы занимаетесь озеленением нашего города и знаете о нем все. Ну, не все. Все знать невозможно. Ну, скажите, вы знаете какие-то конкретные деревья, вот ваши любимые какие-то есть в городе? Кленные липы. Кленные липы. Не платаны. Не платан. Почему? Платан – это парковое дерево. Его вдоль уличной дорожной сети высаживают. Ну, как-то сильно большая корневая система, которая разрушает дорожное покрытие. Ну, вот у нас действительно строятся дороги. Это, конечно, очень важные объекты для инфраструктуры, но при этом спиливаются деревья. Многие горожане выступают против этого и просят максимально сохранить зеленые насаждения, где это возможно. Ну, сегодня вы сталкиваетесь, наверное, с такими критическими заменениями. Конечно. Ну, дело в том, что нашим горожанам надо определиться, что они хотят. Зеленые, зеленые уличные, ну, вдоль дорог деревья или хорошие дороги, потому что… Ну, а почему все-таки несовместимые? Давайте смотреть правде в глаза. Деревья у нас все переростки вдоль дорог. То есть нарушение снипов, стандартов по высадке деревьев от дорожной сети. Корневая система поднимает тротуары, дорожное покрытие. У нас люди чего хотят? Они хотят ходить по хорошим тротуарам, ездить по хорошим дорогам. Либо пусть будут ямы, горбатые тротуары. Что им надо? Это конкретно касается платанов, я так полагаю. Ну, не только платанов. У нас многие деревья, которые… Те же акации, они поперерастали уже. Просто свой возраст. Их надо вырезать и высаживать новые деревья. Никто не говорит, что оставлять уличную дорожную сеть без деревьев. То есть есть породы деревьев, которые будут себя нормально чувствовать в тех же местах, где сидели старые деревья. Ну, а вот сколько у нас деревьев уже считаются старыми жителями, наверное, города? Опасными. 80 процентов. 80 процентов деревьев. И все это планируется обновить? Ну, планируется обновлять это все, но это все делается поступательно. Это не одного дня работа. 80 процентов – это большая цифра. Учитывая, что у нас бывает непогода, они могут представлять опасность. У нас 40 лет. Ну, дерево в среднем в городских условиях, ну, с учетом выброса СО от автомобилей, то есть они быстро отживают свой срок. То есть как и человек. То есть угарный газ, он токсичен для растений? И для растений, естественно. Они же его поглощают, чтобы очистить воздух. Сегодня город Зеленхоз пересматривает виды деревьев, которые надо высаживать. Вот я надеюсь, что тополь уже не будет в фаворитах. Тополь не будет в фаворитах. Хотя это является самое такое дерево, которое очищает воздух. Самое лучшее по обмену. А вот известное растение под названием клен ясенелистный, который признан сорняком и вредителем. Или айланд. Вот какова судьба этих деревьев? Ну, их надо вырезать. Надо вырезать. Почему? Потому что у них, во-первых, они разрастаются, они растут со всех щелей. У нас те же мосты, которые идут через реку Салгир, с них растут они эти айланды. То есть там, где семечка упала, там он и пророс. Ну, давайте коротко. Вот статистику. Сколько деревьев у нас было спилено, сколько планируется высадить? Все в равных пропорциях. Я не готов сказать вам, сколько спилено, сколько высажено. Согласно инвентаризации по городу, ну, у нас тысячи-тысячи надо выпиливать деревья. Они, во-первых, нарушают ту же самую уличнодорожную сеть, они нарушают сетевые нормы. То есть есть нормы сетей воздушных. Александр Георгиевич, прошу прощения за то, что перебил. К сожалению, 10 секунд осталось у нас. Я прошу вас еще раз обратиться очень коротко к крымчанам, сказать, чтобы они не переживали, город по-прежнему будет зеленый. Ну, горожанам нечего переживать. То есть есть структуры, которые смотрят за этим делом. То есть для начала, прежде чем вырезать, выходят специалисты и осматривают, надо ли спиливать это дерево и по каким параметрам. Большое вам спасибо. Напоминаем в гостях студии Александр Георгиевич Чернов, директор муниципального унитарного предприятия «Горзеленхоз». Ну, а далее мы предлагаем посмотреть о значимых событиях, которые были, совершились в этот день, в разные года. 7 августа 1803 года началось первое российское кругосветное путешествие. В поход по морям и океанам отправились два судна. Надеждой командовал капитан-лейтенант Иван Крузенштерн, а не вой Юрий Лисянский. Их плавание триумфально завершилось через три года, в августе 1806. В этот день, 75 лет назад, запустили первый американский программируемый компьютер Марк-1. Разработал и построил аппарат гарвардский ученый Говард Эйнеген в команде с четырьмя инженерами. Фактически устройство представляло собой улучшенный арифмометр. Эта вычислительная машина заменяла труд 20 человек. В 1840 году в Англии запретили использовать детский труд для очищения дымоходов. Юные трубочисты из-за своего небольшого роста идеально справлялись с этой работой, ведь они могли попасть в самые труднодоступные места. 237 лет назад в Петербурге открыт памятник Петру Первому «Медный всадник». Модель статуи создал французский скульптор Этьен Фалькон. Отливкой руководил мастер Василий Якимов. В качестве постамента был использован гром-камень, который первоначально весил 2000 тонн. В ходе Северной войны 7 августа 1720 года у острова Грэнгом состоялось морское сражение между русским грибным флотом и шведской эскадрой. Результатом битвы стал конец безраздельного шведского влияния на Балтийском море и утверждение на нем России. В этот день 454 года назад первопечатник Иван Федоров со своим помощником приступили к изданию второй русской печатной книги под названием «Часовник». Первым, как известно, был апостол, вышедший в свет в 1564 году. 7 августа 1987 года состоялся один из самых известных в мире заплывов. Американка Лин Кокс сумела переплыть Беринга в пролив, преодолев расстояние в 4 километра 300 метров. На это ей понадобилось 2 часа 6 минут. Стоит отметить, что температура воды тогда была около 3 градусов Цельсия. Саля, ты знала о том, что у нас в детском парке, прошу прощения, не в детском парке, на набережной Салгир работали активно нечестные граждане, которые похищали поддоны, которые оставили строители, плитку собранную. Ну это очень так же, как ты пользуешься интернетом, Саш. И ты знаешь, я была очень удивлена этой новостью, что оказывается, кого-то могли заинтересовать деревянные поддоны, аж 400 штук украли. Но преступление всегда несет за собой наказание. И негодяи были найдены, и теперь понесут заслуженную ответственность по закону. Ну, давай напомним, что река Салгир, вообще набережная сейчас активно обновляется. Там обещают уже в скором времени установить освещение и много других очень важных элементов инфраструктуры. Но сейчас все-таки я предлагаю немножко отдалиться от реки Салгир, а переместиться в другое место, где находится наш мобильный корреспондент Стефан Филатов. Я думаю, что кое-что интересное он для нас тоже подготовил. Доброе утро, студия, с добрым утром... Это проверка просто? Доброе утро, студия, с добрым утром всех крымчан. Сейчас я нахожусь в детском парке. Пожалуй, это одно из моих наилюбимейших мест в Симферополе. Вы только посмотрите, насколько здесь зелено, как много деревьев, кустов, всяких всевозможно разнообразных. И со мной солидарны в этом плане тысячи горожан. Именно столько их посещает ежедневно этот парк. Ну, а сейчас пока что раннее утро. Людей здесь, конечно же, не так много. А вот кого можно встретить, наверное, на каждом углу, так это сотрудников коммунальных предприятий. Все они делают уборку, устраняют всевозможные небольшие поломки. И, конечно же, они работают на благо города. А я считаю, что делать в той или иной степени это может каждый из нас, каждый из жителей Симферополя. И теперь, кстати, делать это можно будет намного проще. Потому что в Симферополе сейчас ведется разработка приложения, в котором каждый человек сможет повлиять на развитие, на решение городских проблем. Приложение будет действовать на подобие московского, которое работает уже много лет. Напомню, это приложение называется «Активный гражданин». Также и в других регионах страны действуют подобные сервисы. Так вот, сейчас, говоря об этом приложении, если вы видите, возможно, яму на дороге, которая затрудняет дорожное движение. Если вы видите трухлявое дерево, которое может вот-вот обвалиться и стать потенциальной опасностью для чьей-либо жизни. Вы можете с помощью своего смартфона сделать фотографию, разместить ее в приложении, добавить описание и тем самым повлиять на ее решение. И, что немаловажно, человек, разместивший похожий подобный пост, он сможет прослеживать информацию, как, кто, какими путями будет с ней разбираться. Поэтому приложение ориентировочно выйдет уже в ближайшее время. Все мы, думаю, будем его ждать. И давайте все вместе делать пользу, приносить пользу нашему любимому городу, центру, центру полуострова. На этом мое включение подходит к концу. С вами мы еще впереди увидимся. Но пока что еще раз хочу пожелать всем доброго утра. Студия, передаю вам слово. Вот, Саша, мы сейчас подсчитали, сколько в итоге получается, если продать эти 400 поддонов. Немаленькая сумма все-таки. Неглупые люди оказались, эти воришки. Можно было себе устроить сказочную жизнь. Это почти тысяча евро, даже больше. Это очень много. На эти деньги можно было роскошно начать жить и просто сделать свою жизнь подарком. И не работать никогда. Действительно. Но на эти деньги, как ты думаешь, можно было много купить подарков? Никаких. Подарков можно купить много или какой-то один, но очень ценный. Но с другой стороны, гораздо приятнее, когда подарок сделан своими руками. Действительно. Я тоже за то, что вы делали своими руками. Правда, опять-таки, зависит, что именно делают. Но тот подарок, который предлагаем мы сделать в следующем сюжете, я думаю, придется по душе абсолютно каждому. Это и сладкий подарок, и к тому же очень красивый. Давайте узнаем, так что же это. Одни любят их получать, другие дарить. Традиция радовать близких подарками появилась еще в древности. Но и в наше время без них не обходится ни один праздник. А некоторым и повода не надо, чтобы сделать кому-то приятное. Я больше люблю дарить подарки, видеть эмоции своих родных людей, когда я их дарю. И от этого мне становится приятнее на душе. Или фотографии, или может быть стихи, может быть какой-то музыкальный подарок. Желательно то, что сделано своими руками. Я вижу искренние эмоции своих близких. Мне вот нравится, они радуются. Я понимаю, что попал в человека, то есть подарком. Самый распространенный подарок – цветы. На втором месте шоколад. Также популярностью пользуются книги, мягкие игрушки и парфюмерия. В ход идут и шуточные презенты. Если в магазине найти идеальный сюрприз не удалось, а смастерить что-то своими руками не получается – это не повод для разочарований. Всегда можно заказать что-то оригинальное у профессионалов. Современный рынок предоставляет любые услуги. Букеты из овощей, фруктов, ягод и даже конфет. Если на цветы аллергия, всегда можно найти альтернативу. Полина Фокина «Шоколадье» уже три года создает гастрономические подарки. Мы промакиваем помытые фрукты, отобранные для нашего букета. Промакиваем салфеточкой. И аккуратненько кулаем шоколад. Сохнет сладость меньше минуты. Следующий этап – украшение. Мы ставим точечку и рисуем вентиль на клубнички. Как-то кажется, что у вас все легко получается. Вы тоже попробуете. Пожалуйста, попробуйте. Возьмите как ручечку. Мои вензеля, конечно, не такие ровные, как у вас. Но я думаю, если бы я, например, это подарила маме, она бы очень удивилась. Полчаса работы и букет готов. Средняя цена сладкого удовольствия от полутора до трех тысяч рублей. Все зависит от размера и ингредиентов. Их обычно заказывают в подарок девушкам. А вот мужчин удивить куда сложнее. Пользуются спросом, очень всем нравятся инструменты. Многие мужчины даже сначала приходят в шок, в восторг, видя такие инструменты, потому что они очень реалистично выглядят. Не менее реалистично выглядят и шоколадные картины. С помощью какао-масла и пищевого красителя художник может перенести на съедобный холст любое изображение. Вот этот набор, который мы сейчас упаковываем, это подарок для любимого папы. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш подарок готов. Ой, спасибо большое. До свидания. До свидания. Саша, ну вот я знаю, что дорожная инспекция вовсю бьет тревогу. Дело в том, что количество аварий с каждым днем увеличивается, становится все больше. С чем это связано, я думаю, мы сейчас как раз таки и выясним. В гостях у нашей студии Головко Игорь Александрович, подполковник полиции, начальник отделения технического надзора ГИБДД МВД по республике Крым. Конечно же, мы будем говорить о том, какие меры сегодня принимаются, а также, наверное, затронем и тему пешеходов, которые часто становятся причиной аварии на дорогах. Ну и много других важных тем, конечно же, обязательно обсудим. Доброе утро, Игорь Александрович. Как началось ваше утро нового дня? Позвольте полюбопытствовать. Ну, наверное, с наступлением летнего курортного сезона. Каждое утро у меня начинается с анализа свода к происшествию, которое происходит за сутки. И одним из вопросов немаловажным для меня это, конечно, состояние аварийности на пассажирском транспорте. Как радуют вас сводки или огорчают? Ну, я вам скажу так, что за последний июль прошедшего года месяца и начало августа нам удалось снизить и стабилизировать обстановку на улично-дорожной сети в части касающихся тем мероприятий, которые мы проводим и планировали на протяжении уходящего года. А каким образом вам удалось это? Смотрите, вопрос в чем заключался. В начале этого года с пуском новых участков трассы Таврида, не зная особенностей этих дорог на территории Ленинского района Белогорского на протяжении от города Симферополя, водители автобусов попадали в дорожно-транспортные происшествия. Причиной тому была как вина самих водителей, так и других участников дорожного движения. Поэтому, прогнозируя ситуацию, которая может у нас встать в период летнего курортного сезона, мы пошли в разработки дополнительных мер, направленных именно на стабилизацию данной ситуации. И теми мероприятиями, которые нам удалось провести, мы все-таки смогли выровнять и стабилизировать обстановку в части касающихся перевозки пассажиров. И если вы все видите, да, в последнее время, особенно последняя половина декада, вернее, июля месяца, текущего начала августа, уделяется плотно этому вопросу как со стороны органов власти, так и правоохранительных органов, вопрос именно безопасности перед пассажирских перевозок. Те мероприятия, которые мы проводили, дали возможность нам все-таки оттолкнуть тот негативный фактор, который был у нас присущ на протяжении первых шести месяцев выходящего года. Это много было сделано со стороны как руководства управления ГИБДД, так и всех отраслевых служб. Одним из факторов, это, конечно же, пресечение фактов нелегальных перевозок пассажиров. То есть мы убрали с трасс большую часть тех, кто, не зная местности, не зная особенности крымских дорог, именно ставили под угрозу пассажирские перевозки. Это если вкратце говорить. Ну а если в комплексе, это у нас были выставлены дополнительные наряды на протяжении всех участков дорог в Республике Крым, которые именно были нацелены на профилактику аварийности среди водителей, как со стороны легальных перевозок, так и тех, кто занимался не совсем в этом поле, в правовом правильно, так и со стороны пассажиров, которые также зачастую становились участниками дорожных самоспортных происшествий, нарушая и игнорируя самые элементарные правила поведения в общественном транспорте. А пассажиры как могут нарушить? Пассажиры, я вам скажу так, что с введением нового парка в городе Симферополь, столицы нашей, получив новые автобусы Горавтотранс, мы стали сталкиваться с таким проблемой, как падение пассажиров в салоне автобуса. Нарушая элементарные требования, которые предусмотрены для пассажиров, это держаться за поручни, находиться в салоне автобуса стоя, ведь протяженность этого салона очень большая, и пассажиры, идя к остановке, не учитывают факторы, что есть остановочный путь автобуса, что есть трогание, в момент которого происходит толчок, и тем самым, теряя равновесие, они падают и ударяются от предмета. Но здесь они сами за себя отвечают, или все-таки водители отвечают? В этом случае пассажиры-перевозчики, получая легальный вид перевозок, покупая билеты, страхуются, естественно, перевозчиком. Здесь двоякая ситуация, как со стороны водителя, который должен предусмотреть, чтобы пассажиры не находились в салоне стоя, так и со стороны пассажиров. Здесь, грубо говоря, если брать во внимание, 50 на 50. Но те мероприятия, которые нами были тоже проведены, это дополнительное информирование населения, запуск панно, которое установлено в салонах автобуса, бегущие строки с правилами перевозки пассажиров, дали свой положительный эффект, и на сегодняшний день нам удалось также снизить данные факторов аварийности. Игорь Александрович, к сожалению, осталось меньше минуты. Я вас попрошу, крымчанам дать какие-то пару рекомендаций, как сохранить свою жизнь и здоровье. Хотелось бы обратиться ко всем жителям Крыма, гостям, которые находятся и видят сейчас нас, о том, что все-таки пользоваться легальными перевозками намного безопаснее и качественнее. Ведь вы, находясь в салоне данного автобуса, приобретая билеты в кассах автовокзалов, страхуете свою жизнь от несчастных последствий, которые есть. Вы всегда можете обратиться по тем телефонам горячей линии, которые находятся в салонах автобусах, непосредственно к перевозчикам, с теми жалобиями, претензиями, которые вам были предназначены в ходе перевозки. Вы всегда можете найти через официальные сайты интернет-ресурсов, где находится адрес, то есть все факторы, которые говорят о том, что надо пользоваться только легальными перевозками. Это всем совет. Мне кажется, звучало более чем убедительно. Я надеюсь, что все-таки прислушаются к вам люди, потому что речь идет прежде всего о безопасности и о своей жизни. Я напомню, у нас сегодня в гостях Игорь Александрович Головко, подполковник полиции, начальник отделения технического надзора управления ГИБДД МВД по Республике Крым. Мы двигаемся дальше по волнам эфира. Крым онлайн. О чем же говорит крымский сегмент интернета? На дороге каждый сам за себя. Видимо, этим принципом руководствовался житель Севастополя. На видеорегистратор попал один из таких моментов. Мужчина с ребенком не успели вовремя уйти с дороги. Но вместо того, чтобы позаботиться о безопасности сына, отец спрятался от приближающейся опасности в машине, при этом закрыв дверь перед носом мальчика. Этот родитель по праву претендует на звание «Отец года». В Ялте пожарная машина долго добиралась к очагу возгорания. Все потому, что дорога там превратилась в одну сплошную парковку. Удалось ли в итоге спасателям выбраться из транспортного плена и потушить пожар – неизвестно. Этим видео в интернете поделился житель Севастополя. В городе Героя на рынке Юмашево явно забыли, что такое санитарные нормы. Грузчики голыми руками и без халатов носят только что привезенные мясные туши. Хорошо, что не по асфальту волокут отреагировали пользователи соцсетей. В одном из алуштинских магазинов женщине очень приглянулась тарелка. Настолько сильно, что она не смогла удержаться и быстрым движением руки переместила посуду с полки в сумку. Платить за обновку посетительница не стала. Видимо, час расплаты еще не наступил. А в Симферопольском супермаркете, наоборот, переплатили за продукт. Такой паштет вряд ли у кого-то вызовет аппетит. И потраченных денег он явно не стоит. И снова Севастополь. На улице Челюскинцев, казалось бы, появились новые тротуарные дорожки. Вот только их качество вызывает немало вопросов. Местные жители обратили внимание, что бордюр легко вынимается. Так и хочется спросить, куда глаза смотрели, когда руки делали. Саш, ну вот еще есть такая хорошая, можно сказать, новость. Она касается, опять-таки, туристического Крыма. Дело в том, что количество отдыхающих людей уже на этот период превысило 4 миллиона людей. Я знаю, что это на 11% больше, чем в прошлом году. Крым становится все популярнее. И надо сказать, что вообще ожидают в этом году посетить полуостров должно не менее 8 миллионов. Даже 8? Я слышала цифру 7, но 8, это, конечно, уже такая колоссальная цифра. Я знаю, что только в советское время удавалось достичь ее. А после пока нет, никак. Ну, будем ожидать гостей, конечно же, с распростертыми объятиями, так сказать. У нас тоже есть гость, гость эфира. Это наш Стефан Филатов, мобильный корреспондент, который прямо сейчас готов включиться и рассказать что-то очень интересное. Стефан, доброе утро. Салия, Саша, крымчане, наши зрители. Еще раз пишу всех поздравить, пожелать. Точнее, всем доброго, а главное, бодрого утра. Кстати, секрет бодрого утра достаточно прост. Для этого нужно заняться спортом. Это поможет вам пробудить ото сна свой организм, тело, ну и подготовить даже голову к умственным и другим видам нагрузок. Спортом у нас в последнее время, как показывает статистика, занимается все больше людей. Ну, и на этом, конечно же, этому способствуют мероприятия, городские, различные мероприятия, которые проводятся. Ну, и, конечно же, стимулируют людей заниматься спортом, ведут некую популяризацию этого важного процесса. И в детском парке, где, собственно, я и нахожусь, 10 августа, это уже, напомню, в эту субботу, состоится масштабное спортивное мероприятие, посвященное Всероссийскому Дню Физрука. Здесь, в детском парке, будет множество мастер-классов, различных соревнований по мини-футболу, боксу и еще более 10 видам спортивных направлений. Все это пройдет, это будет достаточно масштабное мероприятие, затянется оно почти на весь день. Людей планируется много, будет действительно интересно. Если вы еще пока не придумали планы, как провести свою субботу, советую всем настоятельно обратить внимание на это мероприятие. На этом включение подходит к концу. Еще раз напомню вам, в здоровом теле здоровый дух, бодрого всем дня и до встречи, студия, передаю вам слово. Большое спасибо, Стефан, новости интересные. Но у меня тоже есть, я бы сказал, забавная новость, потому что в Ялте приезжий господин похитил 10 дорожных знаков, в чем притянил ущерб государству порядка 10 тысяч рублей. Да, но сегодня новости какие-то такие касаются людей, желающих легко и быстро заработать. То поддоны, то дорожные знаки. Конечно же, все в целях заработать легким путем. И действительно, сумма ущерба составила городу 10 тысяч рублей. Это большая цифра, но не берите, не заражайтесь таким примером. Дело в том, что теперь этому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Его, кстати говоря, нашли. Да, но эту новость мы узнали благодаря интернету. Ну, что еще интересного там можно увидеть, предлагаем посмотреть в нашей следующей рубрике. В Перми в квартиру многодетной семьи через унитаз заполз полутораметровый питон. По словам хозяйки, рептилия была сонной и неагрессивной. Прибывшие через пять минут спасатели выяснили, что неожиданный гость – никто иной, как королевский питон. Змея не ядовитая, поэтому один из работников МЧС поднял ее и положил в мешок. Вероятно, присмыкающаяся обитала у кого-то и соседей. Однако пока никто не признался, что держал у себя экзотического квартиранта. В мексиканском городе Канкун предлагают необычную экскурсию, для которой придется надеть акваланг. Она проходит на дне Карибского моря. В подводном музее представлены статуи людей, автомобилисты и даже здания. Идея принадлежит американскому скульптору Джейсону Тейлору. Сейчас под водой находится около 450 экспонатов. В ночном клубе Праги посетителям теперь не нужно стоять в очереди за коктейлем. Там появился робот-бармен. Это механизированная рука, которая может мельчить сахар, нарезать лайм, добавлять лед и смешивать все ингредиенты в стакане. За час робот делает 80 напитков, максимально точно соблюдая все пропорции. В Индии ребенка удалили 526 зубов из нижней челюсти. Родители заметили припухлость на щеке и предположили, что причиной может быть кариес. Однако во время обследования стоматологи обнаружили редкую патологию. Операция длилась 5 часов. Некоторые удаленные зубы имели корни и эмаль. На данный момент это рекорд. До этого врачи удаляли за один раз не более 232 таких образований. В Йоханнесбурге создали уникальное приложение, которое позволяет покупать долю в живой корове. Бизнесмены уже интегрировали его в 2000 животных. Одни приобретают рогатых целиком, другие владеют лишь частью скотины. От проданного мяса вкладчики получают проценты. Совершить покупку можно из любой точки мира. Другое дело, что стоимость одной коровы достигает 1400 долларов. Во французском районе Ашивиль прошел один из самых крупных фестивалей воздушных шаров. В этом году пилоты планировали побить рекорд по самому массовому одновременному взлету. И хоть заявки на участие подали 1100 участников, в небо поднялось чуть меньше 500 аэростатов. Тем не менее, достижение удалось зарегистрировать. А я напомню, что сегодня нашей студийной площадкой служит крыша жилого комплекса «Альфа», на которой мы расположились. Это 16 этаж. И именно отсюда мы вещаем и ведем свой эфир. Ну, можно сказать, далеко, высоко сидим, далеко глядим. Прямо сейчас отсюда открывается панорама Симферополя. С левой стороны находится набережная. Я, кстати говоря, отсюда свысока увидел то, что прямо под нами лежит куча поддонов. Тебя не интересует, Саля? Деревянных, хороших. После этой новости? Да, ну, конечно же, мы узнали, что, оказывается, таким образом можно легко заработать. Но напоминаем, все это уголовно наказуемое дело, поэтому не берите этот пример. Поддоны сделаны из дерева, но не только поддоны изготавливают из этого прекрасного, экологически чистого материала. Что же еще можно сделать? Разобралась Ольга Литвиненко в своем репортаже. Круглые, квадратные, продолговатые – и все это о лавочках. За последнее время на улицах столицы их число заметно выросло. Но почему планировщик отдал предпочтение дереву, а не металлу, мы задумываемся редко, ведь это целая наука. Дело в том, что это, на самом деле, одна большая скамья, порядка 39 метров. Она тоже выполнена из лиственницы. Суть ее заключается в том, что есть вот эта вот огромная такая променадная улица, по которой постоянно есть лесской трафик. То есть люди ходят, постоянно циркулируют, и при возможности они всегда могут присесть. Это важно, потому что в городе очень мало мест. Эко-стиль – одна из главных тенденций современной архитектуры, поэтому это направление так часто можно узнать в дизайне городских парков и скверов. Объекты изготовлены преимущественно из натуральных материалов – дерево, камень. Допускаются и различные сплавы. Идея была такая, чтобы сделать такую массивную скамейку, и как будто она сделана из массива дерева. Такое квадратное сечение у нее. Лиственница сама по себе очень хороший материал. Она очень долго держит. И внешние нагрузки, погодные условия. Мало кто задумывается, но удобные и привычные деревянные конструкции проходят не один этап подготовки перед тем, как украсить собой улицу, двор или дом. Изготовление деревянных изделий – достаточно трудоемкий процесс. Например, на создание такой лестницы уходит 2-3 месяца. Первоначальный этап – обработка древесины из такой доски. Получается опорный столб. Андрей работает столяром 24 года. С делом всей жизни познакомился случайно. Друг привел посмотреть, как собирают стулья, спальни, гардеробные. Тогда он и решил, что держать в руке рубанок – это его. Работа по дереву для мастера – особый вид искусства. Правда, себя он называет сапожником без сапог, потому что для своего дома мебель изготавливает редко. Я к этому делу с душой отношусь. Как к хобби, за которое еще и деньги платят. Мне очень нравится эта профессия. На этом этапе, глядя на деталь, сложно догадаться, частью какого предмета она станет впоследствии. Это массив ясеня. Это заготовка под склейку ступенек. То есть это будущие ступеньки? Это будущие ступеньки, да. Вот тут уже видите поклеенные ступеньки. Это тоже массив ясеня. Это будет лестница. После того, как предмет полностью готов, его отправляют на лакировку. Это завершительный этап перед тем, как изделие будет передано заказчику. После того, как сам возьмешь в руки инструменты, что-то попытаешься сделать, становится понятно, почему мебель такая дорогая. Ольга Литвиненко, Максим Турчев. Утро нового дня. Ну что ж, я думаю, что наше время уже подходит к концу. Это означает, эфир завершается, но совершенно ненадолго, потому что уже завтра другая смена ведущих готова заступить и рассказать вам тоже много интересного. Вахту сдал, вахту принял. Для вас сегодня работал Александр Трючев и Салия Салямова, а уже завтра Александр Акарнович и Артем Андроновский. Мы откроем маленькую тайну. Очень скоро появятся еще темные лошадки, которые тоже будут украшать ваше утро нового дня. Новые ведущие, больше сюрпризов и больше интересной информации. Все это мы для вас подготовили, конечно же, каждый день. С 7 до 9 смотрите на каналах Первый Крымский и Крым24. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!